Его до сих пор часто узнают по образу хитроватого прапорщика из передачи «Армейский магазин». А ведь это и было его боевое крещение на российском телевизионе. Затем последовали юмористические шоу «Комната смеха», «Аншлаг» и, конечно же, слава богу, ты пришёл. Его герои нелепы, часто попадают в неловкие ситуации, а миниатюры построены на неожиданных сюжетных поворотах. Его юмор музыкальный, джазовый, с полунамёками и подтекстами. И неспроста. Ко всему прочему, он ещё и музыкант. Играет на баяне, трубе и пианино и сочиняет мелодии. А вообще по профессии он драматический актёр. Играет в спектаклях, снимается в кино и не только в комедийных сериалах. Сегодня мой герой – актёр Олег Акулич. Здравствуйте, Олег! Это я бурно вас приветствую. Спасибо вам большое за то, что вы сегодня мой герой. Вот скажите мне, пожалуйста, как художник, художнику, как говорил Астап Бендер, вот вы артистом родились или выучились на актёра? И в принципе, можно ли на актёра выучиться, не имея к этому таланта? Нет, наверное, даже от родителей это с богом. И это ещё среда обязательно. И у меня с детства было, с кого брать пример, вот эти все персонажи. Шукшинский, где я вырос, где я родился, до 10 лет жил, например, это вот село Харик. Харик – село такое Иркутской области. Вот там эти были шукшинские персонажи, шукшинский образ. Начиная с моей бабушки, которая была вторая Фаина Георгиевна Райневская. То есть таким же голосом, с таким же артистическими данными, ну, примерно, которые во время войны мне рассказывали её знакомые, её коллеги, там, я не знаю, соседи, которые, говорит, во время войны там они работали, ну, зерно это заготавливали. Да, 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 да. Говорит, мы уже в изнеможении, мы на машинах, на этих полуторках, уже вот у колёс, говорит, просто лежим, сидим вот так вот, просто в изнеможении. Уставали так страшно. И тут пыль столбом. Едет полуторка. Моя бабушка тоже была водителем на полуторке. О, Фроська-Лихачка. А они с радостью, потому что она подъезжала и начинала что-то заливать им, понимаете? Что-то смешное. Ну, бывало и матом тоже, но это она так разговаривала, это было, понимаете, художественное слово. И они просто снова, понимаете, откуда силы, говорит, у нас забрались просто. Да, конечно, конечно. Это бабушка давала силы, да. Моя бабушка Ефросинья Михайловна, да. Вот от неё всё, я смотрел на неё, я впитывал это, как она, например, как телевизор смотрит. Внук маленький её, Мишка, там, два года, три, его не слышно, и она смотрит телевизор. И там что-то, например, какая-то погоня, что-то, как она, я смотрел не на телевизор, а на неё. А она вся вот так вот, беги, беги, сейчас убьёт, сейчас убьёт, беги. И мне говорит, Олег, выключи телевизор, выключи. Я выключил. Она лекарство, дын-дын-дын, выпила лекарство, успокаивающее. Ну, убили уже, наверное, включи, что. А этот Миша, ну, его не слышно, и она как реагирует, это реакция же, она смотрит, там, идёт погоня, там, что-то такое, она, Миша, перестань. Миша, тихо, Миша, 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 перестань, смолочь, что ты делаешь, Миша. Миша, Миша, не слышишь. Вот шукшинские образы, и когда собирались все, родственники все там, понимаете, один там... А родственники все рядом были, Олег? Рядом. Все были там в Харике? Да. Куйтун рядом, там ещё есть станция Харик и так далее, вот эти вот сёла разные вокруг были тоже, когда все собирались. Это были просто концерты. Я наслаждался этим, смотрел, понимаете. Какие они там первые выдавали. Немножко выпьют, и пошло, поехало. Это было. Я вот впитывал в себя это. Ну и кроме того же, мама была директором Дома культуры. В селе, в посёлке в этом, да? Да. В этом посёлке 3000 населения, начало 60-х годов, было 4 Дома культуры в этом посёлке. Ничего себе. Вы представляете? Нет. И они соревновались между собой. Самодеятельностью, каждый, кто лучше. 4 Дома культуры. И мама была директором? Да. И так же самодеятельностью там занималась тоже. А папа был художник и играл еще на баяне. Слушайте, ну вы, наверное, были первой семьёй в посёлке, потому что это важно, кладись талантов. Ну, конечно. Я всё время там находился. Я находился всё время в Доме культуры, в этом клубе. Я впитывал в себя это. Подождите, Олег, а папа художник, он писал картины? Картины тоже. Он был художник-оформитель и картины тоже писал. А вообще, знаете, как семья оказалась вот под Иркутском? Корни откуда? По отцовской линии, мои прадеды, да, прадеды, они были из Витебска сами, из Белоруссии. Прадед имел свой конный завод, пимокатную фабрику. Но потом революция. Их раскулачили и сослали. В Сибирь? Да. И они там и остались? Да, они так и остались, да. Там уже и отец родился. И в школу вы там ходили, правильно я понимаю? И школу там первую, да, да, да. Вот это я... Начальную школу я там ходил, начальную. А потом уже пригласили отца. Бам! Байкало-Амурская магистраль. Да. Слышишь, время гудит. Бам! И вот туда Усть-Кут. Усть-Кут Иркутской области. Вот туда его художникам-оформителям пригласили. И он поехал. А там вообще, наверное, пустое место, да? Или там был поселок тоже? Нет, там был город. Усть-Кут город, да? Да, да, там город был, да, конечно. Я помню вот эту песню от Байкала до Амура. Помните, мы проложим магистраль, да? Вот там на Баме, что там была за жизнь? Много же народу приехало сразу. Да, разного, абсолютно разного. И все были дружны. Разные национальности. И было всегда весело. Было замечательно. Просто все собирались все вместе тоже. Вот не знаю, это как вот строят ряды разные, да? Вот вспомните. Да, да, да. Тоже люди друг к другу к себе относились вообще-то. Да, 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 да. Собирались всегда. Вот и тогда. Но строят ряды все-таки все были из одного вуза, да? Это было как строят ряд, я понял, да. А здесь все, наоборот, съехались из разных мест. Да. И вот это было удивительно, что вы рассказываете, да? Что все дружили, все как-то друг друга понимали, да? А мама там чем занималась? Мама тоже. Работала также вот директором Дома культуры. Директором Дома культуры. Да, да. И вы там учились с какого класса? Я там учился, получилось, пятый, шестой, седьмой, восьмой, пока не поступил в речное училище. А-а-а, в речное, потому что вы хотели быть капитаном? Да, понимаете, я хотел... Вот у меня было такое раздвоение. Или артистом, потому что в восьмом классе я уже занимался в студии драматической. Первый спектакль «Два капитана» был. О, какой прекрасный, это Каверина, да? Да. Вы играли Саню, да? Нет. Ромашку? Я играл отца. Да что вы говорите? В моем-то 14-летнем-то возрасте-то, да, вот так вот. Потом вот в речном училище я... Романтика, мне нравилась, это река Лена. Да. Город Уськут имеет три названия. Если ты по Лене реке приходишь, называется Осидрово. Если ты самолетом прилетаешь, называется Уськут. А если ты приезжаешь по железной дороге, значит, называется Лена. Вот так вот. Он имеет три названия, этот город. В общем, вот так вот, да. И вот эта для меня романтика, это, понимаете, Лена прекрасная. А потом жизнь на реке, это же так интересно. Интересно, да, было. Вот это в форме ребята ходили. И мне так... Вот это как бы, я думаю, а, пойду в речное училище. Пошел в речное училище, там тоже стал заниматься и в драмстудии. А училище было в Устькуте, да, здесь же? Да, в Устькуте, да. То есть уезжать не нужно было? Абсолютно, все там. Самодеятельность, еще что? Вот в оркестре я занимался. Я играл на трубе. Потом, когда в армию уже попал, я играл в армию. В ансамбле песни и танца. В оркестре, партию первой трубы играл. А потом практику все отрабатывали. А гид теплоход, белый. Идем вниз с полени до северно-ледовитого океана. Море Лаптевых. Идет караван судов. Сухогруз или там нефть, или там лес. Пришвартовались. Команда сухогруза к нам на теплоход. Мы им даем концерт. Библиотека там. Они книжки там какие-то поменяли, да, взяли. Кино. Тогда же такие бобины были. Почти на каждом сухогрузе, теплоходе были свои аппараты. Кино. Только у нас было как библиотека. Кино. Да, да, понятно, понятно. То есть они старые отдали, а новые у вас забрали. А мы им концерт дали. Я уже тогда был как ведущий. Там уже и юморил что-то, будем говорить. Вот так вот. Это, наверное, тоже интересно. Да. И вот так вот месяц идешь по реке Лена. То есть вы наверняка были в каких-то местах, где вообще нога не ступала? В глухих. Абсолютно в глухих же. Там особенно тогда. Туда никак, ничем не даешь. Только вот по реке. В навигацию по реке, да. Да, по реке. И когда мы там концертик, танцы, там счастливо. Представляете, у них это было тоже интересно. Люди счастливы были. Конечно. Вот такая отдушина. Вот так и, собственно, я занимался уже тогда. Видите, я постепенно, постепенно никуда от этого не мог уйти. Все-таки моя стезя вот актерства. Это вот дано, наверное. Да, да. Да, да. Все оттуда. Да, 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 да. Я согласен. Мама уже тоже занималась. В драм-студии тоже она была как такая артистка, самодеятельная. Понимаете? И вот это все мне вот потихоньку, потихоньку все это пришло. Понимаете? Вау вылилось. А в армию вы ушли в какие войска? В внутренние войска? Ну, ансамбль песни и танца. А это вот вы, да? Да. Вот внутренних войск МВД СССР, да. Конечно, там большой был ансамбль песни и танца большой. Солисты, танцоры там, да, и большой оркестр и так далее. Поэтому мы ездили, гастролировали. Будучи в армии, вы уже понимали, что вы будете поступать в театральное училище? Да. Что вы будете учиться на актера? Это да. Олег, а вы понимали, как это нужно делать? То есть вот мальчик в армии откуда знает? Как поступать в театральный? Нет, ну я примерно знал уже, что к чему я в Иркутске служил-то. И я знал, что там есть театральное училище. Я не поехал дальше. Наверное, побоялся, чтобы поступать, поехать в Москву, там еще, да. У меня педагог был Райкин Борис Самоуч. Родственник Райкин. Аркадий Райкин. Замечательный педагог был. Питерский он, да. Вот мой педагог. Так что действительно там школа была хорошая. И вот там я учился в театральном училище. А вы с первого раза поступили? Да. Я и закончил, наверное, так, с отличием там. Я должна поаплодировать. Нет, это правда красный диплом. Это серьезно. А когда я переходил на четвертый курс, меня пригласил в себя Табаков. Они приезжали со спектаклем в Иркутск. Приехали. Эшелон. Спектакль был, да? И Табаков говорит, давай, ко мне на второй курс пойдешь сразу. А Райкин Борис Самоуч, педагог, говорит, подожди, четвертый курс сейчас будет. Госэкзамены. Уже все же отсеялись. Уже некому. Ты играешь четыре роли главные в четырех спектаклях. И что мы будем делать? Ты уж, пожалуйста, закончи. Да учись. Да учись, закончи, получи диплом. А потом, пожалуйста, езжай. А потом получилось, что я и не поехал. А потом меня пригласил Борис Львович Монастырский, академический театр драмы Самары, Куйбышева. Куйбышева. Он говорит, езжай туда. Хочешь мощную школу получить, хорошую, езжай туда. В Куйбышев. Да. И вот я там три года проработал, да. А потом меня уже пригласили в Минск. А почему вы к Табаку не поехали, Олег? Не знаю. Или побоялся, или сомнение во мне такое. Во мне это бывало. Во мне это часто бывает такое какое-то сомнение. В себе, да? Да. Вот как, например, Гафт, Царство ему Небесное, да. Вал что-нибудь напишет, он мне позвонит и читает. Как тебе? Говорю, гениально. Валерий, думаешь, вели гениально. Он говорит, да не... Да. Не обманывай меня, говорит он. Он говорит, слушай, давай к нам в театру. Я сейчас скажу волчице, она тебя посмотрит, придет, послушай, ты возьмет, все, да. Звонит, все, давай, приезжай, приходи. Она тебя ждет. Я пришел, она, да, 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 все прекрасно. Сейчас у нас будет отпуск. Значит, посмотри, осталось еще там две недели. Посмотри наши спектакли, посмотри спектакли. Галина Волча говорит, а потом с нового сезона начнем репетировать «Три сестры». Я буду как раз, как режиссер, это я выпускать, делать. Прошло время. Звонок мне. Я где-то был на Кипре где-то, не помню. Звонит Гафт. Ты где? Волчица тебя спрашивает. Я забыл. Представляете? Нет. Вот. И он. Ты что? Ты вообще, ты, а, а, понимаешь? И потом говорит, ну ничего, давай, она тебя просит. Давай, ждет, приезжай. Но я не поехал. Значит, я был не готов, значит, я сомневался все-таки. Не знаю, почему. А вот за такие вещи вы потом себя ругаете? Что вот Мока не поехал. Бывает у меня такое, да. А приглашали, а не пошел. К сожалению, я часто себя потом уже после всего, там, да, думаю, а почему я не сделала, а что и так. А с другой стороны, думаю, может, так надо было, может, понимаете? А может, потому что я вот работал в театре, да, там, там, и в Минске работал в театре, да. Ну, в Минске меня пригласили в театр. Да, да, и в Самару. Там была мощная школа, действительно, театральная. Мы уехали в Минск, да. Надо сказать, великолепная. Это 86-й, 7-й, 9-й год. Самара, Куйбышев. Театр был всегда битком. Большой зал, тысячу мест и малый, 300. Всегда битком. Ты идёшь на работу, очереди. Нет лишнего билетика, нет лишнего билетика. И у тебя были уже свои артисты. Хотя я только начал. Даже хотя у меня были где-то детские сказки. Приходили взрослые на премьеру, всегда с подарками, всегда, понимаете, и любили театр. Это был театр. Ой, я понимаю. Это был такой театральный город. Там были эти годы, такая нищая была, понимаете, Самара. Да почему бы там было? Всё по потолончикам. 200 грамм масла там, да, по потолону бывали? Да, да, да. 200 грамм колбасы, там, что-нибудь такое вот. Ну, для артистов, всегда ты придёшь в магазин, там, в контрамарочку. Да, 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 пожалуйста, да. Пожалуйста, да. Это же важно. Да. Очень любили театр. Это же обалдеть бы. 86-й год, я вам скажу. Например, да? Сегодня-то заняты такие-то артисты. Вот как он работал. Вот такие-то артисты. Захожу, здесь такой прибанник. Такой аппарат стоит. 86-й. А, сегодня такой-то спектакль. Кнопки нажимаю. Чик-чик-чик-чик. Такой-то артист закончил. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Дальше заходишь. Огромная фотография. Табло стоит. Тут кнопок много. Я такой-то нажимаю. Я там рабочий, я там служащий. Мне нравится в вашем театре такой спектакль. Хотелось бы увидеть в вашем репертуаре такой спектакль. Да ладно? И всё это на ход совете разбирается потом. На втором этаже такой зимний сад, телевизоры. Завтра такой спектакль, отрывки и спектакль. 86-й год. А почему такой богатый театр-то был? Кто его... Вот так любили, да. Город содержал. Город содержал. Его любил, да. Действительно, да. И все зрители в него ходили. Я говорю, потом битком были. Это просто удивительно. А зачем вы тогда оттуда помчались в Минск, Олег? Не знаю. Я туда приезжал. У меня был моноспектакль французского драматурга Миттуа. Называется Акомпаниатор. И это понравилось режиссеру Луценко Борисовичу. Он там был режиссер двух театров. Театр киноактера и молодежного театра. В Минске? В Минске. Ну и корни мои оттуда, в общем-то, да, белорусские, надо сказать. Это раз. И я посмотрел там совсем... Другая жизнь там абсолютно, да. Тут по талонам все, там все, пожалуйста, что ты хочешь. Но абсолютно другая. И мне захотелось... В Беларуси, да, она была не бедная в советское время, да. Да. И я вдруг, да, решил туда поехать, попробовать там, посмотреть, как это, что это вот. Вам понравился Минск? Да. Он прекрасный город, там жить замечательно. Я там жил 15 лет, да, в этом городе. Вот там была вот эта телепередача от типа армейского магазина, на который меня потом пригласили сюда. В Москву? В Москву. Просто они увидели там съемки мои, как я там делал прапорщика. И я начал ездить сниматься. В Москву? Да. Товарищ солдат, в пустой голове честь не прикладывается. Пора купить краску и решить половой вопрос. Солдат должен стрелять, как ковбой. И бегать, как его, в острове. Этот парашют не надевай, он еще хороший. Может на что сгодиться. На поле брони один воин, если может хорошо ругаться. Чья это жанель? Подписываю Курдяков. Чья она? Но он смешной, этот человек. Он очень смешной. Вам вот эта работа нравилась? Да. Смотрите, вы драматический артист. Вы играли в Самаре все, что можно. Потом вы 15 лет работали в Минске. И тоже играли все, что можно, насколько я понимаю. Классический репертуар есть. И что все знали и узнавали. Здесь пригласили на телевидение и предложили прапорщика. Но ведь это все-таки один и тот же прапорщик. Или вы пошли в театр тоже? Там в Минске был спектакль с приветом Дон Кихот. И который поставил Рахиль Гаус. Вот я играл Дон Кихота. И он мне звал в свой театр. Но я как-то не согласился, но не поехал. Потом на второй год опять он меня опять звал. Тогда я поехал. Вот я играл на место Алексея Петренко роли. И вот там я два года поработал в школе с вареной пьесой. Ну и потом ушел. И надо сказать, ушел я в эстраду. Потому что я тоже любил дело. Как вас туда потянуло, в эстраду? Ну, я же все-таки тогда в молодости этим тоже как был ведущий. Какие-то меморейские читал. Я это не бросал. У меня это все равно было. Я все равно этим занимался. Все равно выступал на концертах. И вот тут решил как бы в эстраду уйти. Ну и надо было еще что-то заработать. Деньги там как-то жить. В эстраде тогда было получше с этим делом. Да, конечно. Ну, куда деваться, да. И я ушел в эстраду несколько лет, работал в эстраде. И не так давно снова пришел в театр. Вы как-то попали не просто на эстраду, а в самый ее эпицентр и на самый пик. А все самые, ага. Понимаете, да? Ну, просто так человек придет и скажет, примите меня, пожалуйста, выступать в программе «Аншлаг». Ну, кто его примет? Никто его не примет. А вы там как оказались? Олег. Они увидели меня вот в верместском магазине. Вот этот образ прапорщика яркий, да? Ага. Почему мне этот прапорщик нравился? Он яркий, он был такой собирательный. Сначала я делал офицера просто, да? И офицеры как-то обижались. Ну, я думаю, ладно, чтобы не обижались, я сделаю прапорщики. И вот такой получился образ. И когда увидели на эстраде, там, и начали меня, там, Иван Шлаг приглашать тоже, говорит, ну, когда я мог, да, я приходил, что-нибудь рассказывал смешной Иван Шлаги, там, еще в других эмористических передачах. А рассказывал что? Это же надо какой-то иметь текст, читать какой-то рассказ, искать Жванецкого и спрашивать, Михаил Михайлович, напишите мне, что они могут. Вот, скажу про Жванецкого, Михаил Михайлович, я решил читать свои рассказы, говорит, читай, я знаю, ты их не испортишь, у тебя хорошо это получится, бери и читай, бесплатно. Он мне разрешил читать свои рассказы. Вот чудеса какие-то. Да. Трушкина читал, и многих других, и Альтова читал, и многих других писателей, юмористов. В основном я чужие читаю рассказы, других авторов, в смысле, не сам, я не писатель, я читатель больше. Он харизматичен, он, конечно, индивидуальность. Олег для меня это такой действующий вулкан, который никогда не остынет. Это проявляется в том, что мы играем с ним, например, как пришить старушку. Каждый раз, каждый спектакль мы приходим, обсуждаем, мы постоянно его как-то что-то улучшаем, какие-то друг другу говорим замечания, предложения. У нас постоянный завод идет, кипение, мы не остываем. Это, конечно, я обожаю таких партнеров. Последние два спектакля даже ребята из рубки «Свет» сказали, что, ребята, вы чего там, вы что-то сделали. Потом я узнал, что он прекрасно владеет музыкальными инструментами, причем не учась. И Олег говорит, а я вот эту могу песню играть на фортепиано. И то есть он, я говорю, Олег, я даже ее не могу, я закончил музыкальную школу. Говорит, а я дома сижу, подбираю, пою. Многогранная, конечно, фигура. И в жизни он очень такой добрый, открытый, что как раз очень приятно. Нет у него звездной болезни. Никакой. А вот когда на сцене ты один, никого нет больше. То есть вы играли с партнерами и декорациями, да? А здесь вот вы на сцене один. Олег, страшно? Да, это сложнее, конечно. Легко за партнером-то вынимать. Да, да, да. Ты не смотришь в зал, а вот мы друг с другом. Это легче. Ну да, а потом начинаешь, привыкаешь к этому, да. Но каждый раз все равно думаешь, смешно будет, не смешно будет. А как вот это проверить? Смешно, не смешно? А вот так проверяешь. Сейчас мне там показали одну вещь такую, да, юмористическую. Я уже посмотрю, вроде не смешно. Но там попробовал перелопатить. Все равно попробовал на одном, одному показал, второму показал. Где-то по бумажке, по листу сначала прочитал в небольшой аудитории. Я посмотрел, реакцию почувствовал. Нет, не то. Устарело, значит. Уже такая вещь, такая как-то на Сталинова. Реприз нету, нету. На своем таланте, на каких-то там клоунских каких-то вещах не выйдешь. Бесполезно, бесполезно. Все равно должен быть хороший сценарий. Никуда не деться от сценария хорошего. Как везде. Как в кино. Как в театре. Обязательно нужен хороший пьеса, спектакль, сценарий. Текст хороший. Текст нужен хороший. Понимаете? Да, я понимаю. Я вспомнил, когда меня пригласили в Самарский театр. Спектакль «Дружина», значит, там небольшая роль. Там грузины, какой-то такой он романтик. Но я думаю, что мне сделать? Вот такая роль. А мне нужно показать себя. Меня пригласили. И я думаю, ну что же, ну как же. И не идет, не могу поймать. Ну какая она, что она. Потом я думаю, он же грузин. А там он признается в любви девушке. Думаю, а если бы он прочитает там какой-нибудь отрывок «Витязь в тигровой шкуре». Я там к одному какому-то знакомому грузину, там ничего никак, ничего не знает. Тогда я что придумал? У меня был магнитофон. Я пошел на переговорный пункт, театр Шатаро-Ставели. Набрал, все на переговорном пункте, все там, все. И звоню. На директора попал, да? Театр Шатаро-Ставели. Говорю, здравствуйте. Я вот артист. Я вот живу в Куйбышеве, в Самаре. У меня вот такая роль, и не могли бы мне, может быть, там, начитать. Ну и четверостейшие, извить в тигровой шкуре, что-то расставили на грузинском. Вот тебе повезло, у меня худсовет, тут народные артисты сидят. Включай, я говорю, магнитофон взял с тобой. Сейчас я представлю к трубке, подставлю и подставляй, включай. И начали читать. Все деньги у меня ушли на переговорный пункт. Конечно, конечно. Зато я потом поймал. Кто был прекрасный грузин романтический. Вот это я поймал, там, этот кусочек, да, и пошло сразу, понимаете? Конечно, понимаю. Я образ увидел. У него прекрасное чувство юмора, во-первых. Ну, у каждого чувство юмора свое. У него оно такое, неожиданное иногда. Такое немножко... Экзальтированное, скажем такое. Но хорошее главное. И главное, смешно ведь, правда. Он умеет это делать, да. Олег, он очень человек обязательный. Я это очень ценю в людях. И он очень ответственный. Он всегда к роли подходит очень. И он никогда не останавливается. Сколько спектаклей играем, он все время что-то ищет. Ой, может, вот так попробовать? Нет. А если он вот такой, да? Нет, это не то. Ой, я выхожу, а у него тут пейсы там. Или еще что-то. И он постоянно вот в этом процессе. Он в нем двигается все время. Раз что-то не получилось, ну, нет, давай другое. И обязательно что-то находит. Вот мне в этом, ну, это всегда подкупает, когда человек просто, ну, сделал что-то и успокоился. Нет, Олег всегда будет ковырять, ковырять, ковырять. Это здорово. Спасибо, Игорь! А вам вот этот процесс, как с грузином, да? То, о чем Игорь говорит, вот ковыряние, вам нравится, Олег? Или это часть профессии, вы этому обучены, и без этого не можете работать? Да, я не могу говорить. Это часть профессии, действительно, в процессе игры, спектакля. И надо что-то все равно, вот этот, нет, не то. Потому что ты понимаешь, со временем спектакль идет, идет, ты свободен в нем уже, в этом материале. Да, 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 да. Да, и ты начинаешь импровизировать, и уже тебе легче что-то найти со стороны, потому что ему еще нужно, что еще не хватает этому персонажу. И ты понимаешь, что это только обогатит роль. Понимаю. Только этот, будет еще интереснее, этот герой, этот персонаж. Ну, дадим ему пять фунтов, пускай забирает. Своё, если он даже потратит без всякой пользы. С пользой, хозяин, с пользой, лоб, где мои глаза, с пользой. Мои, пожалейте. Молодцы, буду со старухой, сам душу отведу, и другим заработать так. А вам будет приятно, что деньги не выброшены на рейтинг. Да вы сами так разумно не истратите, как я, с пользой. Не отразим, да вам десять. Нет, нет. Десять фунтов большие деньги. Заведутся они им все. Стану расчетливым, экономным. Тогда прощай счастья. Нет, дайте столько, сколько, прошу, не пенсом больше, не пенсом меньше. Вы отказываетесь взять десять? Уйди. Да, пока да. А потом, конечно, нет. Держите пять. Благодарю. Спасибо, спасибо, хозяин. Спасибо. Спасибо, благодарю. А в кино вам нравится сниматься? Да, тоже нравится. Но, к сожалению, как-то мало. А я ленивый, то, что надо делать, меня просят, ну, вы сделайте эти... Пробы, пробуем. На пробы. А, портфолио. Портфолио, там, все. А мне-то кажется, да мне и так должны знать, я-мою, да и так, не понимаете, что я это могу сыграть, что ли? Понимаете? Понимаю. Я понимаю. А когда пробую, у меня всегда получается не очень. Вот если сразу берут, а вот на пробу как-то не знаю. А вам предлагают в кино комедийные роли в основном или разные? В основном комедийные. Вам нравятся современные вот эти комедии? Или как всем нам, не все? Очень мало есть. Есть единицы такие, но в основном да. В основном не все. В основном только те старые. Прекрасные те старые комедии. Я честно скажу, я до этого спектакля, который мы играем, «Пигмулеон» совместно, я знать не знал про существование Акулича Олега. Не знал, не видел и впервые пересек с ним здесь. И как-то сразу он мне очень стал симпатичен, что нечасто бывает. Например, есть такое в актерском, когда люди колются на сцене, смеются, начинают. И вот в этом спектакле есть одна сцена, где он так точно, но не чтобы меня расколоть, а чтобы... Просто он как персонаж так четко по действию это делает, одну репризу. Я каждый раз колюсь и отворачиваюсь. Это говорит о его хорошем чувстве юмора, чувстве меры. Вообще, мне Олег очень симпатичен. Он человек деликатный, вежливый, талантливый. В этом спектакле я себе крашу усы. И когда играет Олег, я только ему позволяю красить мне усы. У нас с ним такой происходит интимный процесс. Серьезно, больше никакому мужчине никогда не позволял себе рисовать усы. Он же художник, он бесконечно талантливый человек. Художник, музыкант. И когда он мне рисует усы, это надо смотреть. У него вот мизинчик вот так отогнут. Он это делает так изящно, прям как профессиональный художник. Год назад мне предложили, он еще снял четырехсерийный фильм такой, экшн, называется «Неудержимый». А там такая серьезная роль. Я играю убийцу. То есть я как бы массовик-затейник такой, ведущий. И вдруг он преображает совсем в другого, такого злодея. Сложно вам было со злодеем? Да. Потому что все время я играю вот таких, играл комедийных, добрых людей таких абсолютно, да? А тут такого убийцу. Сложное. И я понял, что это не мое. Я не хочу больше. Вот не хочу больше. Вот попробовал. И достаточно. Вот я, собственно, и не хотел. Ну, как так уговорили. И достаточно, и я не хочу. Вот не мое. И я себя плохо чувствую отсюда. То есть есть для вас в профессии какие-то табу, правильно я понимаю? Да, конечно, конечно. У меня были разные предложения. Табу, например, на маты тоже. Когда я прочитал, говорю, там много матов. Говорю, нет, ребят, я не буду в этом сниматься. Хотя вот я говорю, с детства у меня бабушка, там все на них ругались. Ну как? Это был художественный. Нет, это художественный. Это абсолютно. Да, это совсем по-другому. Я вам должна сказать, что это абсолютно разные системы координат. И чем человек проще переключается с неформальной лексики на абсолютно высокий слог, тем он лучше владеет языком. Вы понимаете, да? И там, где нужно использовать высокий слог или просто обычную речь, он никогда не станет использовать неформальную лексику. Зачем? Он обойдется своим словарным запасом таким гражданским. Совершенно верно, абсолютно. В последнее время очень много вот этого мата. Надо сказать, вчера я ехал в машине, вдруг я удивился, что начали запикивать, наконец-то. Все эти слова, даже они очень такие нецензурные. Запикивать начали, думаю, правильно. Правильно, конечно. И очень хорошо, слава богу, понимаете, что начали. А то совсем уже... Невозможно, да, это... Так режетуха. Очень грязная эфира, это шум вот этот ненужный. А Святослав Ещенко? Он интересный актер в том плане, что он такой легкий очень. Он умеет танцевать, петь, какие-то пантомимы изображать. Хотя, может быть, он даже где-то там и переживает очень сильно о чем-то там. И перед сценой волнуется. Но на сцене он легкий. Знаете, вот такой вот. У меня в голове вертится песня. Вези меня, олень, по моему ухотенью. Ну, почему-то, когда я ее слышу, я всегда Олега вспоминаю. Потому что она у него есть в репертуаре. Он придумщик. И потрясающий импровизатор. Он как-то эту песню переделал. Причем еще какие-то забавные жесты оленя показывает на сцене. Как он скачет. То есть мимика, пластика, жесты. Вот я, например, так не могу. Вот это его вот такая индивидуальность потрясающая. В связи с этим он, знаете, вот если можно так сказать, модный актер. У него огромное количество предложений от всяких там выгодных антреприз. Когда человек на расхват, это здорово. Еще у него потрясающая семья. И жена у него замечательная. Спасибо, не ожидал. От Клюва слава. Спасибо. Песню эту вспомнил. Как-то раз погожий майский день. Мне жена сказала, ты олень. А чем занимается ваша жена, раз уж мы о ней заговорили? Да, она сейчас преподает английский, немецкий. В школе или в университете? В школе. Вот смотрите, с вашим вот этим вот темпераментом, с тем, что вы все время в движении, у вас эмоции, она как-то справляется? Или она говорит, Олег, успокойся? Нет, ну я не такой эмоциональный дома. Нет, я могу эмоционально, я все равно эмоционально разговариваю. Ну все говорят, ой, тебе повезло, тебе смешно, с ним весело. Ничего подобного. Я дома молчу в основном. Да, я понимаю. Абсолютно так. Надо отдыхать. Абсолютно да. Но она же, она тоже занималась, она сама из Курска, она там и училась и в школе, и в университете, и еще работала все-таки актрисой в Тюзи. То есть ей все знакомо. Да. А дочери ваши чем занимаются? Учится. А старшая, она художник, в Минске живет, а младшая, вот она, учится в седьмом классе. Вам с ней вместе, что интересно делать, Олег? Седьмой класс, это сколько лет? Тринадцать? Четырнадцать? Тринадцать, тринадцать, ага. Ну, вот она рисует тоже, она ленится только. Вот она рисует, у нее есть все-таки, да. А деда у нее это все-таки талант передался, да. Она очень хороший колорист еще. Она очень хорошо чувствует цвет, цвета очень, да. Ну, ленится. Я ей все время, это, она себя, ну, ленится, понимаешь. Ну, значит, вот и любит математику. О, как интересно. Для меня это вообще, ебать его, всегда было темный лес. Например, я каждый день играю, да, на клавишах. То есть я не могу без этого. А ей что-то не хочется на этом подойти и что-то по... Поиграть? Нет. Хотя я... А слух есть у нее, да? Ну, да, есть, да. Может, потом придется, со временем, ну, не знаю. Хотя я, ну, это у меня тоже было с детства. Вот мне было 15 лет, я поработал на БАМе, заработал себе деньги на пианино. На пианино? И я сам, да. Я же родителям говорю, ну, отдайте мне музыкальную школу. А отец был художником, он еще и на баяне играл, говорит, захочешь, сам научишься. И вот я что-то там на баяне тоже пробовал, там что-то, да, какие-то брал уроки у кого-то там. А потом вот и на пианино все, сам тоже все это, понимаете. А потом вот получилось, когда врачом училище, вот я там в оркестре занимался. Занимался, да. Это уже как бы профессионально, уже по нотам все как положено. А дочке не хочется. Да. Это вот тоже есть или нет, дано или не дано. И так же артистам, понимаете? Ну, мы, да, с этого начали, да, дано или не дано, есть или нет. А вот скажите мне, пожалуйста, если бы так сложились обстоятельства, ну, мы так придумаем, да, что, допустим, в нашем мире, вот где мы находимся, да, прошла бы одна секунда. А в другом каком-то мере прошло бы, допустим, две недели. То есть вы бы были две недели предоставлены сами себе. Без всех обязательств, без всех долгов, без необходимости работать, без необходимости отдыхать. То есть никто бы ваше отсутствие здесь не заметил. То есть это всего одна секунда. Вот вы эти две недели что бы делали? Я бы эти две недели все равно что-нибудь читал. А что-то бы я интересное все равно смотрел бы. Какой-нибудь фильм интересный или какие-то передачи какие-то интересные. Я тоже смотрю там интересные передачи, такие познавательные. Да, я тоже люблю. Ну, и отдыхал бы просто, плавал бы много. Я люблю плавать много. В любой воде или только в море? Нет, в море нет, в бассейне. Я в бассейн хожу постоянно. Здесь я хожу, в Москве в бассейн. Обязательно посещаю. Вот этим бы я занимался. То есть читал, смотрел бы кино и плавал. Прекрасно. Спасибо вам большое. Олег, это прям замечательно. Что я хочу вам сказать? Я желаю вам, чтобы, вот как сказал Святослав, что вы на расхват, чтобы вы продолжали оставаться человеком на расхват, и чтобы этот расхват вам нравился, чтобы вам было интересно в нём, понимаете? И чтобы у вас всегда оставалось хотя бы одна секунда. Одна секунда. На то, чтобы почитать, посмотреть кино и поплавать. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо большое. Олегу каким-то чудесным образом судьба дарит встречи с потрясающими людьми. Например, Олегом Табаковым или Галиной Волчек. И эти подарки главное не пропустить. Поймать момент и схватить удачу за хвост. Вот я искренне желаю Олегу быть в нужное время, в нужном месте. И не бояться принимать важные, а самое главное – быстрые решения.